Йоу-йоу-йоу, чуваки! И коммаденасуми-блогу! Что за новая камера и звук? Я поделился своей работой на три части, это тоже вы увидите на новом сайте. Есть GH5, на которой я снимаю регулярные всякие репортажки и прочее. Он верой и правдой служит. Камера на самом деле, какого она года выпуска? По-моему, ей уже вот в серии лет 7, то есть достаточно старая хрень, как будто бы. То есть технологии вообще не стоят на месте. Но даже несмотря на свой возраст, тут уже как бы у тебя и Type-C, и большой HDMI, и на карту она может 10 бит писать, на две карты может писать параллельно, последовательно. Дофига всяких приколов, которые до сих пор не реализовали ни в одной камере. Плюс ко всему микро, маленькие объективы недорогие и так далее. Это такой автомат Калашникова, который просто всегда в рюкзаке, чтобы что-то подснять. Я на ней научился уже снимать там какие-то рапиды. И вот никому не нужный блок в основном. Просто вот так вот, как она выглядит, я просто ее достаю и нажимаю кнопочку запись. У меня стоит, получается, всегда фиксированное ISO. Баланс белого там по ситуации отбиваю. Объектив мануальный, поэтому вот... Но сейчас я снимаю, как вы видите, не на эту камеру, сейчас я снимаю на Fuji X-T4, потому что у него прекрасные, такие интересные, сочные цвета уже внутри, встроенные вот эти пленочные профиля, он прикольно шумит. И я пока еще не украсил свою новую суперстудию так, чтобы было прям вау, но я это сделаю обязательно к следующему сезону. И пока что вот так вот это все выглядит, но Fuji мне просто нравится, потому что он такой приятный. Так, короче, если на GH-ку я бомблю репортажи «Никому не нужный блок», где вот это вот гонза, вот это вот все как бы пофиг на качество картинки, главное, какая-то динамика, какое-то движение, то на Fuji уже снимается что-то более такое с художественным подтекстом, какая-то постановочка легкая, студийные там ТФПшки, либо там какие-то маленькие рекламы, промики для малого бизнеса, либо какие-то зарисовки уже такие, где требуется больше глубина картинки и так далее. Вот Fujian замечательный. Ну и для совсем серьезных дел пока что у меня есть Blackmagic Pocket в весике во всяком. Pocket это классно, потому что он снимает RAW, и тут фотографы меня поймут в том плане, что RAW это достаточно серьезный по количеству информации о цвете и свете кодек, ну как бы, грубо говоря, сырой материал с матрицы, то есть он достаточно изящно тянется вообще во все стороны, как резиновый, и поэтому действительно то, что можно снять на Blackmagic, можно очень хорошо покрасить. Другое дело, что я обычно раненганю, то есть снимаю там с рук, максимально просто выпрыгиваю, и на Blackmagic это не очень удобно делать, поэтому он у меня лежит только на постановку, где есть раскадровка. Таких проектов пока что мало, буду делать их больше, потому что хочу развиваться очень в направлении прям такого очень сочного продакшена. Редактор субтитров А.Семкин